Ребята, всем привет! Ситуация! Я начал прокладывать проводку. Товарищ один с нашего канала. Когда я начал тему про электрику, он просто дописал мне вконтакте, что Дружище, я тебе объясню, помогу в чем можно. Нарисовал мне однолинейку, если ему нужно будет в дальнейшем как-то порекламировать. Я с удовольствием это бескорыстно просто сделаю. Потому что добро ни в коем случае нельзя забывать. Итак, друзья, суть какая сегодня? Смотрите, я начал штробить, прокладывать кабель. Могу рассказать приблизительно как это пойдет. У меня розеточный вход будет вот с этого угла. Он будет входить и проходить по периметру всей комнаты. И вон там он будет заканчиваться. Я не хочу делать пакеты над каждой розеткой, как это обычно принято. У меня будет суть. Вон там будет одна розетка, тут одна розетка. И вот они пошли дальше на выход. Я хочу просто от той розетки протянуть провод до этой розетки. Прям полностью. Отсюда выйдет опять провод и пойдет до этой розетки. Тем самым мне не придется там и здесь делать пакеты. Короче, суть не в этом. Я подставил стул, у меня есть стул на стройке вот такой, встал на него, но высоты мне не хватает. И вы уже поняли о чем, да? Я пришел к такому мнению, что, блин, мне нужен вот этот стул маляра, стул штукатура. Тем более, что скоро будут штукатурить стены. Поэтому сегодня мы с вами быстренько из подручных средств, которые можно найти на любой свалке, мы сделаем стул штукатура. Поехали! Несколько лет назад, по случаю, мне перепали вот такие стулья в количестве 12 штук, по-моему. Я их разобрал и думал, что соберу, когда начну стройку. Но они так и не пригодились в процессе строительства, так в чулане и валялись. И я сегодня про них вспомнил. Ребята, именно, знаете, вспомнил просто, залез на этот стул и подумал, что было бы здорово встать на эту штуку, я бы тогда достал до самого верха. И думаю, блин, у меня же есть такие стулья. Короче, такие стулья можно найти хоть где, хоть у кого их тонна. Я сейчас просто сделаю подсистему на них, и это будет отличный, хороший стул. Единственный вариант, вот, ребят, логично, да, в мыслях, есть вот такая тема, что я делаю центральную опору, и с двух сторон будут ступеньки для подъема. По логике это правильно. А по жизни, если я, например, хочу угол обработать, то в угол как встать с ним? Нормально будет? Так, ну вы мне уже не посоветуете, потому что я начну это делать сейчас. И у меня была мысль сделать просто вот так внутрь вторую конструкцию, вот, и здесь подиум. Но, наверное, все-таки было бы правильно, да, развернуть и сделать две ступеньки по краям, которые, в принципе, можно будет, если что, потом отпилить, да, если будет, ну, реально неудобно. Сейчас пока у меня сомнения только в том, что насколько крепкая вот эта часть. Но если учесть, что они держатся на таких ножках, и мы на них сидим, и все нормально, то я думаю, что проблем, короче, не будет. Главное, чтобы эта конструкция была легкая, правильно? И чтобы она была крепкой. Это фанера, поэтому я думаю, она будет крепкой. Все, поехали, собираем. Если сейчас хоть кто-то скажет, что получилось по уродски, я даже спорить не буду, ребята. Ребята, такая хрень просто. Но есть один плюс. Если надо будет, мы добавим ноги, это не проблема, они у нас есть. Но, смотрите. Я даже могу шататься, вот, штука работает. Смотрите. Прелесть. Ну, здесь просто пол неровный, поэтому она играет. А так, на самом деле, еще по низу вот так брусок здесь пробью, и там пробью, и все. И больше ничего делать не буду. Я уже могу с ней работать, и уже, в принципе, сейчас начну. Получилось капец как страшно. Но, с другой стороны, для чего она нужна? Для работы, правильно? Будем работать на таком варианте. Что поделаешь? Не повторять опасно. Ребята, я придумал вариант еще интереснее. А теперь эта конструкция у нас называется не стул-штукатура, а теперь мы назовем его осьминог. Осьминог. Таким образом, у нас на всю эту конструкцию ушло раз, два, три, четыре стула. Ну, у нас они были. У нас они были, друзья. Если у вас их нет, ну, что поделаешь. Ищите стулья, стулья. О, вообще, теперь работать будет на века. Ребят, давайте мы ее разыграем на 10 тысяч подписчиков. Кому надо, я отправлю транспортной компанией. Думаю, как раз к 10 тысячам я закончил штукатуркой. Ребят. Ну, все, это юмор, это лирика. На самом деле, наша ближайшая задача, конечно же, не в этом стуле. Стул, это посредственность. Это только для того, чтобы я немножко доставал. Конечно, сейчас многие скажут, друг, так не проще было тебе съездить в магазин, купить нормальную стремянку и не париться? Вы будете совершенно правы в своем комментарии, потому что, действительно, конечно, стремянка была бы лучше. Но, друзья, она стоит денег, а эта штука у меня валялась под ногами. И, как написал один подписчик, мне очень понравилось. В комментарии он написал, зачем тратить деньги, если можно сделать своими руками. И вот именно это и является моим девизом. Если что-то можно сделать своими руками, нафига это покупать? И второй момент еще. Как-то раз гуляя по ленте, и там, короче, есть такие шезлонги, знаете, с подвесом. То есть ты в него ложишься, кайфуешь, он стоит там что-то около 16 тысяч, по-моему. Насколько я помню, может быть, вру. Опять сейчас сумму назвал. Блин, не надо ее называть. Суть в том, что я хожу, так смотрю, изучаю. Короче, подходит, жена такая говорит, ты думаешь, как это сделать? Я говорю, да конечно. Я, кстати, купил себе трубогиб недавно. Ну, только не такой, который вот, ну, крутишь, да, и он там вальцует, закручгляет. А я купил в пневматическом донкрате, знаете. То есть просто давишь, он загибает. Прикольная штука. И я вот как раз уже подумываю, как бы ее применить. Но это, скорее всего, тема на следующую зиму. И зимой мы займемся всякими этими креслококон и так далее. То есть хочется вот уже начать такие мастерить вещи. Также меня один из подписчиков попросил показать вот эту конструкцию, которую я запалил вот в этом видео. Видео про печку. И он говорит, расскажи, как ее сделать. Друзья, я ее привезу на днях сюда, на стройку, чтобы она у родителей не мешалась. И покажу просто, ну, примерно, что это будет вообще. А дальше вы уж поймете, интересный проект или нет. Стоит ли его раскручивать, показывать осенью. Стоит ли начать его возобновлять, так скажем. Нужен он мне будет как раз к моменту въезда сюда. Потому что зима, это сейчас зима была классная, что мы на машине, по сути, приезжали на стройку. А частенько бывает, что прям не проедешь. Особенно утренние бураны вот эти, которые, ну, утром не выбраться просто из дома. И вот я думал о том, что у меня будет вот эта хлеборезка, которая будет снег собирать. На квадроцикл ее поставлю и вперед. Да, квадроцикла у меня пока еще нет. Но все, все впереди, ребята. Какие проблемы? Так, ну все, супер, короче, супер, мой стул почти готов. Осталось два крепления прикрутить. Сейчас досматривайте и ждите новое видео в следующей неделе. Кстати, ребят, вставлю небольшой вставочкой своего братана, который уехал далеко, но скоро приедет. Он мне скинул песенку классную. Вспоминаю, пою и кайфую. Виталес, братан, я ее поставлю. Ну просто, ну вставочка, ну капельку можно просто. Ну, ребят, ну кайфовая песня вообще. Ну, люди есть одно желание. Всем так хочется стать птицей вольною. Но никто не знает, откуда же появляются мысли странные. Петуша, как голубка сизая. Небеса воспарить торопится. Небеса, где родина милая. Дом родительский, ей так хочется. Ей бы гореть, гореть. Ей бы для Бога петь. Ей бы любить, любить. Так вот надо жить. Ей бы среди цветов. Ей бы среди облаков. Дом там, где очень кров. Там обитает Бог. Ну что, я с вами прощаюсь. До нового видео. Конструкция более даже чем. Она свои функции выполняет. И я на ней буду штукатурить в этом сезоне. Ну так, все, так и будет. Давайте, пока. Пока.